Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Продолжаем разговор о производстве охмелённого сусла. В этом видео рассмотрим засыпь и оборудование варочного отделения. Начнём с засыпи. От свойства использованного солода зависит вкус, цвет и в определённой мере степень сбраживания, и небиологическая стойкость пива. Поэтому солод следует тщательно подбирать и правильно определять необходимое соотношение частей засыпи. Состав засыпи должен отвечать типу пива и технологическим условиям. Основным компонентом засыпи для светлого пива является светлый солод с выровненными свойствами. Свежеприготовленный солод нужно добавлять постепенно, после определённой отлёжки. А старый, влажный или испорченный солод только в количестве, которое не может существенно повлиять на качество пива. Обычно это от 5 до 10 процентов. Засыпь для светлых сортов пива следует определять с учётом цвета продукта. Поэтому её устанавливают по цвету лабораторного сусла. Если добавляется мюнхенский или тёмный карамельный солод, то его нужно дробить первым, чтобы остатки этого солода в дробилке и на транспортных устройствах не подкрасили засыпь для следующей варки. Красячий солод для подкрашивания светлых сортов пива лучше не использовать, поскольку он придаёт резкий вкус. Лучше исправить цвет с помощью хорошего колера. Основной компонент засыпи для тёмных сортов пива – это специальные сорта солода. Светлый солод добавляют только в количестве необходимом для того, чтобы обеспечить требуемую амилолитическую активность. С помощью специальных солодов исправляют вкусовые качества и цвет. Обычно доля тёмных сортов солода колеблется от 60 до 80%, светлых солодов от 10 до 20% и 10-15% приходится на специальные сорта солода. Карамельный и меланоединовый солод можно измельчать одновременно с мюнхенским солодом, в то время как солод красящий и тёмный карамельный дробят отдельно на специальной дробилке. Красящий солод не следует кипятить, и поэтому его не затирают с остальной засыпью, а добавляют в заторный чан только после перекачки последнего затора. Количество засыпи солода на варку зависит от экстрактивности перерабатываемого солода и рассчитывается по формуле. На практике результат округляют до килограммов на основную единицу взвешивания на автоматических весах. При переработке солода одного типа, но разной экстрактивности, или при переработке солода разного типа, обычно отдельные компоненты засыпи пересчитывают на общую основу, которой является использованный светлый солод, или чаще на стандартный нормальный солод, под которым подразумевают светлый солод с экстрактивностью 75% на воздушно-сухое вещество. Далее рассмотрим некоторое оборудование варочного отделения. Такое оборудование возникло на основе эмпирических сведений, полученных в период ремесленного производства пива. Сначала оно состояло из деревянного заторного и одновременно фильтрационного чана, в котором затор перемешивали вручную деревянными грибками и из простого четырёхгранного медного котла с прямым обогревом для кипячения заторов и охмелённого сусла. Примитивные деревянные резервуары были позднее заменены цилиндрическими из листового железа. Варочные агрегаты этого типа до недавнего времени использовались во всём мире и в отличие от современных конструкций они называются классическими. Рассмотрим эти так называемые классические варочные агрегаты. Простейшее варочное оборудование состоит из двух посуд. Из заторного и одновременно фильтрационного чана, без обогрева, и из сусловарочного котла. Чан снабжён заторным устройством , разрыхлителем дробины, с помощью которого дробина также выгружается и пропеллерной мешалкой, которая приводится в действие, если поднят разрыхлитель. В дне чана имеются выходные отверстия, являющиеся началом отводных труб, снабжённых фильтрационными кранами, расположенными в лотке, а также отверстия для спуска затора и для выгрузки пивной дробины. Всё дно чана покрыто фильтрационными сетами, так называемое ложное дно. Варочный котёл имеет внутри пропеллерную мешалку, обогревается прямым огнём, паром или другим способом. В котле имеется поплавковый указатель уровня. В заторном фильтрационном чане регистрирующий термометр. Кроме этого варочный агрегат снабжён насосами для переткачки заторов и мутного сусла, хамелеотделителем и сусловым насосом. Простейшее варочное устройство пригодно только для мелких пивоваренных заводов. За 24 часа на нём можно получить только 2 варки. Так что обслуживающий персонал используется нерационально. При затирании под фильтрационное дно проникают неосахаренные части дроблённого солода, которые могут вызвать затруднения при осахаривании и снизить выход экстракта. Для больших заводов более пригодны агрегаты, состоящие из 4 посуд. Так называемые парные варочные агрегаты. На некоторых производствах используются и по сей день. Этот тип варочных отделений состоит из заторного чана и заторного котла, фильтрационного чана и сусловарочного котла. После перекачки затора фильтрационный чан, заторный чан и заторный котёл готовы для последующей варки. А в это время в другой половине варочного агрегата происходит фильтрация и кипячение сусла с хмелем. Устройство варочного отделения такого типа представлено на экране. Оба чана обычно размещены на верхней платформе, чтобы использовать самотёк. Главным образом при фильтрации сусла. Их не обогревают. Котлы расположены на нижней платформе. Насосы, хмелеотделитель и остальное вспомогательное оборудование размещается под платформой. На парном варочном агрегате можно проводить 3-4 варки за 24 часа. Главным образом в зависимости от времени фильтрации заторов и продолжительности кипячения сусла. Парные варочные агрегаты часто дополняют ещё пятой ёмкостью, так называемым сборником сусла. Фильтрация первого сусла, промывка пивной дробины и кипячение сусла с хмелем продолжаются дольше, чем затирание. И поэтому в сборнике сусла собираются первые фракции стекающего сусла. В то время, как в сусловарочном котле ещё заканчивается кипячение сусла с хмелем. Тем самым получается такой запас по времени, что можно и при затянувшемся затирании и кипячении сусла с хмелем ежедневно проводить на одну варку больше. В отдельных случаях используются варочные агрегаты с тремя посудами, состоящими из котла, в котором одновременно производится затирание и кипячение заторов, фильтрационного чана и сусла варочного котла. Заторный котёл обеспечивает подогрев заторной массы. По сравнению с простейшим варочным агрегатом, трёхпосудные варочные агрегаты имеют некоторые преимущества и более высокую производительность. На больших пивоваренных заводах с варкой больше чем 400 гектолитров часто используют пятипосудные варочные агрегаты, состоящие из двух заторных котлов, двух фильтрационных чанов и одного сусловарочного котла. Эта комбинация выбирается тогда, когда диаметр требуемого фильтрационного чана, превышает нормальные размеры. Используя два фильтрационных чана, ускоряют процесс фильтрации. Следующей комбинацией являются шестипосудные варочные агрегаты. Состав посуд такой же, как в пятипосудных варочных агрегатах, однако в них два варочных котла. Каждый варочный котел дополнен соединительными трубопроводами, связывающими отдельные посуды, необходимыми насосами, арматурой, мешалками, термометрами и т.д. В современных варочных отделениях пусковые и контрольные приборы сосредоточены на пульте управления, находящиеся в отдельном месте варочного отделения. Варщик с этого места управляет всем оборудованием и одновременно контролирует ход технологических процессов. В варочный агрегат входит также заторный котел для переработки крахмалистых заменителей несоложенного сырья, хмелеотделитель, иногда экстрактор и приемник для охмеленного сусла. Если горячее охмеленное сусло центрифугируется, тогда в приемник для охмеленного сусла в варочном отделении после отделения хмеля спускается вся варка. И только из него охмеленное сусло перекачивается в центрифугу. Варочное отделение на пивоваренных заводах является наиболее представительными помещениями и поэтому их оснащению уделяют большое внимание. Обычно в варочные отделения делятся бетонной платформой на две части. В нижней части находятся приводы и вспомогательное оборудование. В верхней надплатформой выступает только верхняя часть варочных агрегатов, снабженных соответствующей изоляцией и медным или железным кожухами со стойким лакокрасочным покрытием. Стены варочного отделения бывают облицованы плиткой или покрашены масляной краской. Варочное отделение должно хорошо вентилироваться и хорошо освещаться. Оно не должно быть слишком большим, чтобы заторы и фильтрующее сусло излишне не охлаждались. Современное варочное оборудование. Стремление наиболее экономно использовать тепловую энергию, сэкономить место, снизить строительные и монтажные расходы. Привело к конструкции так называемых блочных варочных агрегатов, которые состоят из цилиндрических и четырёхгранных аппаратов. Для блочного варочного агрегата с цилиндрическими аппаратами производительностью 250 гектолитров холодного охмелённого сусла требуется помещение площадью 7,5 на 15 метров с высотой 12 метров. Расположение аппарата в блоке значительно сокращает тепловые потери от излучения и одновременно даёт экономию капиталовложения на строительные и монтажные работы. Одним из таких типов аппаратов является аппарат, который представлен сейчас на экране. Однако мы более подробно рассмотрим другой аппарат – блочный варочный агрегат конструкции Штеклера, которые отличаются от классических варочных агрегатов существенными изменениями в конструкции. Четырёхгранные аппараты, размещенные один над другим, занимают меньшую площадь, чем цилиндрические. Однако при этом работа мешалок и разрыхлительного механизма более сложна. Заторный чан снабжён спиральной мешалкой, которая лучше перемещает заторную массу, чем пропеллерная мешалка в цилиндрическом аппарате. В четырёхгранном фильтрационном чане все ножи разрыхлительного механизма движутся с одинаковой скоростью. И поэтому считается, что промывание пивной дробины происходит более равномерно, чем в цилиндрических чанах, в которых ножи, размещенные в центре чана, движутся медленнее, чем ножи, расположенные по периметру. Выгрузка пивной дробины также происходит быстрее. Дно четырёхгранного сусловарочного котла имеет форму горизонтального полуцилиндра. Нагревательная система, расположенная в нижней части корпуса, обеспечивает повышение температуры на 3 градуса Цельсия в минуту. Блок варочного агрегата, состоящий из пяти посуд производительностью 400 гектолитров холодного охмелённого сусла, или 7 тонн засыпи, имеет следующие размеры. Длина 12 метров, ширина 4, высота 16 метров. Отдельные аппараты могут быть сконструированы по-разному. Фильтрационный чан может быть заменён заторным фильтр-прессом, размещенным вне блока. Также предпринимались попытки модернизировать варочное оборудование, и одной из такой попыток является гидроавтоматизированный варочный агрегат системы Штайникер-Ленц. Он состоит из устройства для дробления увлажнённого солода, четырёхгранных заторных и сусловарочных котлов и круглого фильтрационного чана. Аппараты размещены один возле другого горизонтально, и от помещения для обслуживающего персонала отделены стеной. Они снабжены смотровыми стёклами, через которые можно следить за состоянием жидкости в них. Обслуживающий персонал управляет и контролирует технологический процесс только на пульте управления. Все процессы, включая фильтрацию, могут быть автоматизированы. Котёл снабжён наклонно расположенной системой для обогрева перегретой водой. Преимуществом такого варочного агрегата является дробление увлажнённого солода и ускорение фильтрации заторов, а также общее расположение агрегатов, дающее возможность автоматизировать весь процесс. Варочные агрегаты такого типа уже удалить. Компоновка варочных агрегатов. Варочное оборудование размещается в отдельно специальном предназначенном для этого корпусе здании. Над варочным отделением обычно находится солододробильное отделение, а также смесители. Станция охлаждения сусла также бывает расположена над варочным отделением. Здание должно находиться вблизи котельной и бродильного отделения, чтобы подвод пара, воды и электроэнергии был как можно короче. И не возникали трудностей при транспортировке охмелённого сусла на холодильные аппараты, а из них в бродильное отделение. Вблизи варочного отделения должно быть место для отвода пивной и хамелевой дробины. Канализация варочного отделения должна быть достаточных размеров и оборудована так, чтобы в канализацию не попадали грубые частицы пивной дробины и хмеля, которые отрицательно влияют на качество сточных вод. Производственная мощность варочного отделения устанавливается так, чтобы набор сусла как можно лучше соответствовал требованиям производства и по возможности обеспечивал непрерывное наличие сусла. Слишком большой набор сусла повышает мгновенный расход пара и тем самым вызывает неравномерность его отбора. Для пивоваренных заводов, изготавливающих много сортов пива, более подходит небольшой набор сусла. На небольших заводах также предпочтительнее меньший набор сусла, чтобы в течение зимних месяцев не возникали слишком большие перерывы между варками. В том случае, если варочное отделение рассчитано на 250-350 гектолитров холодного охмеленного сусла, то к этому объему приспосабливается объем бродильных чанов. Таким образом, чтобы одного чада было достаточно на объем одной варки. Известно, что затирание, фильтрация, кипячение сусла с хмелем протекают более благоприятно в меньших емкостях, чем в емкостях свыше 500 гектолитров и более. Объемы отдельных аппаратов должны быть взаимно увязаны и соответствовать предполагаемой максимальной засыпи. Размеры их обычно приводятся в описаниях отдельных аппаратов. Варочные агрегаты наиболее интенсивно используются в весенние месяцы, когда создается запас на летний период, чтобы обеспечить этот резерв, набор сусла должен быть установлен с учетом этого напряжения, исходя из пятидневного цикла в неделю. Количество варок для шестидневного производства представлен в таблице на экране. Последовательность варок можно также отразить в плане графики варок, который является хорошим средством для контроля за правильностью отбора пара. Примером такого плана графика для пятиэлементного варочного агрегата не пустил хаазы, представлен на экране. Общая годовая мощность варочного отделения равна количеству набора горячего охмеленного сусла, умноженному на коэффициент 0,84 и число варок в год. Для двухпосудного варочного агрегата принимается 2 варки в сутки, для двойного четырехпосудного 4 варки в сутки. Номинальное количество рабочих дней в году равно 260 при пятидневной рабочей неделе. Учитывая отклонения между зимними и летними месяцами этот расчет можно применять только для оценки использования варочного агрегата. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели засыпь и некоторое оборудование варочного отделения, а также его компоновку и график варок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.